Ну что же, здравствуйте, мои маленькие господа садоводы. Меня зовут Виктор, и это рабочая грядка мастерской «Скала». Судьба свела с одним очень хорошим человеком, его зовут Роман. Он занимается экзотическими растениями на Урале. И вот у него в свое время был зарезервирован, а потом приобретен вот такой вот красавец. Это клен Лажнозибольдов. Возраст 2 года. Вот такой вот красавец. И сейчас я вот подбираю место, опять же, на рабочей грядке, куда этот клен можно посадить. Здесь у меня не сколько экзотические растения, а сколько рабочие. То есть вот здесь, например, была гортензия, купленная в Леруа Мерлене. Она росла некоторое время дома, когда она свои цветы, так сказать, в работу мне отдала. Почувствовал, что она увядает сама по себе. Посадил ее в землю, и она начала обильно давать ростки. Сейчас вот уже, видимо, приготовила спячки. Надеюсь, она приживется. Это будет здорово прям. Моя мечта давно гортензию иметь свою собственную именно вот в саду. Ну, тут уже классика. Классика, кто знает, тот знает. Вот там вот тоже у Романа был приобретен гинко. Он вот сейчас тоже пожелтел, подготовился, я понимаю, к спячке. По его рекомендациям я его огородил. И буду потом присыпать снегом. Тут ромашки, ромашки. Вот сюда я пересадил калину. Тоже для работы мне будет нужна. Тут уже не первый год растет облепиха ростки. Ну, здесь цветы однолетки. Вот это вот пахнущее хреновинка. Не знаю, что это такое. Она росла сначала в винограде, потом сменила свою позицию чуть подальше ко мне в ежевику. Но я ее всю выкорчевал и пересадил на рабочую грядку. Она очень пряно пахнет. Что это? Может кто подскажет? Пишите комментарии. Потому что мне очень интересно. Я давно пытаюсь найти, что это. Необычный такой запах. Она очень сильно вот так вот пеленой настилает. Я ее, например, применяю в бане. То есть в горячей воде ее немножко перетираю. И поддаю пару, что называется. Вот, в общем, то. Кто следил за предыдущими роликами, вот здесь вот у меня уже есть такая альпийская горка. Но я начинающий в этом деле. Здесь вот мои бонсайчики, сосны. В этом году я ими не занимался, к сожалению. Не нашел просто особенного времени. Но нужно уже, вот я вижу, заросла она сильно. Нужно формировать. И это тоже формировать. Поэтому я, наверное, ее сформирую перед укрытием. Вот. Так, значит. Правда, дендрончик здесь уже желтеет, краснеет. Спячка готовится. Клематис. Вот эта травка, где только она уже не была. Забыл, как ее назвать даже. Не помню, честно скажу. Ну и, в общем, цель какая? Здесь альпийская горка сложена была давно, полтора года назад. Но у меня есть мысль сложить альпийскую горку вот где-то здесь. Вот даже я бы сказал, как-то уж, что ли, альпийскую пелену, может быть. Поскольку здесь уже занято под кустарники и деревья. Хочется, чтобы клен какое-то особое место имел. Может, как-то здесь вот на возвышенности сделать. И протянуть сюда вот эту альпийскую полосу. Или наоборот здесь. Пока думаю. Сейчас поеду собирать камни по заброшенным участкам, по дворовым территориям. Потому что вот гранит крупных размеров в наших областях дефицит. Поэтому я обычно беру тележку, накидываю, где завалялось, где валяется, и собираю. Может быть, отсюда что-то снимем. Вот, в общем-то. Поэтому пока думаю. В общем, не отключайтесь. Вот такие вот. Бандурия сейчас на себе припер. Грубо говоря, это мне стоило спины. Мой лимит 55-60 килограмм. Вот этот, очевидно, весел. Ого-го. Но, тем не менее, что-нибудь да из них получится. Кленчик пока поставил сюда. Чтобы не повредить кое-какие камни излишние. Перенес вот сюда. Есть мысль, конечно, воткнуть вот сюда клен слегка над землей. И от него уже пустить эту опеку вот туда вот. И может даже вот сюда вот. Но пока я еще думал. То есть, вот. Он, наверное, будет основоположником, так сказать. Просто не знаю, насколько это будет красиво смотреться. Ну, допустим, этот, вот этот, хотел сказать, сорняк. Вот это растение смогу формировать. Сейчас я его уже обрезал. То есть, он не будет закрывать клен. Если вовремя формировать. Здесь гортензия. С гортензией посложнее. Здесь два куста. С ними проблем нету. Поэтому, думаю, пока еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот пока как-то так. Камни тяжеленно идут. Явно больше меня весит, учитывая, что мой вес 7,2 кг. Я достал у меня спины. Все. Теперь надо формировать что-то, что-то здесь вот формировать. Потому что хочет, чтобы этот клен был прямо вот на видном месте. Особенно, когда он будет более большим. Я придам ему форму немножко обонсайную. Должно быть вообще красиво. Исходя из этого, уже вот из этой вот площадки, можно будет в дальнейшем формировать рабочую грядку. То есть... Главное начать. А дальше будет видно. Как-то так. Продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Как я это вижу на данный момент. Вот такая вот, скажем так, луночка гранитного кряжа под клен. Поэтому посмотрим. Я даже, как сказать... Ну, я видел, что люди делают их на альпийские горки. Но, естественно, там альпийские горки, это просто куча земли. И втыканные камни. Мне же хочется немножко... Поскольку моя жена очень боится, что этот клен разрастется. И будет огроменным. Вот. Мне хочется немножко его ограничить в этом плане. То есть пусть он пускает корни вниз, но не вширь. И вот как раз гранитный кряж не даст этого сделать. По моим расчетам. Во всяком случае, сосенки-бонсай так и растут. Ограниченные камнем. Они дальше не лезут. И стабильно у них прирост где-то может быть сантиметр... Да, наверное, где-то сантиметр-два. Вот. Не больше, во всяком случае. Сравнимо, если по фотографиям. Вот. Ну и со всех сторон посмотреть. А что думать? Сейчас момент, так сказать. Сейчас мы его просто примерим. Во-первых. По идее, должно быть красиво. Ладно, здесь гортензия. Может быть, если она не проживется, я пересажу. Но вот здесь вот, господи, забыл, как они называются. Такое простое название. Они краснеют. Вообще меняют цвета очень сильно. И клен должен менять, в общем-то, также цветики свои. Да, наверное, я даже его повыше чуть-чуть посажу. Чтобы камни его сильно не закрывали. Хотя, с другой стороны, опять же, это какое-никакое укрытие на зиму. Все равно. В любом случае, хочу немножко ямку выкопать, засыпать песка. Слегка тренировать почту. Немножко задать удобрение. И только потом уже землю туда закидывать. Так что вот. Посмотрим со стороны. Потому что хочется уже сделать и просто не заморачиваться в дальнейшем. Собственно говоря. Не знаю, насколько это актуально. Опять же, в ложбинке вот эти вот есть мысль тоже что-то втыкать. Не знаю, однолетка, многолетка. Тоже победим. Ну, если вот эта зеленца ароматическая здесь зарастит. Клён пустить немножко даже вот в ту сторону. Вот сюда, вот здесь вот он. Опа. Как-то так вот. Ладно, сейчас еще подумаем. Не теряйтесь. Ну вот, значит, перепробовав ту его кучу вариантов. Наверное, остановлюсь вот на таком вот. Потому что слишком много булыжников больших смотрится громоздко. А вот здесь, если я пущу эту стеночку вдоль. Вот так вот. От нее я уже смогу формировать в дальнейшем эту так называемую альпийскую горку. И, быть может, также дойду до Гинка. Вон там вот он посажен. Вот здесь, может быть, также мелкими камнями продолжится эта вот каменная дорожка. Но, по-моему, должно смотреться красиво. Тут еще вот такая ложбинка в граните. Прям как будто в подстволе клена. Пусть он немножко в ту сторону у меня растет. Может, даже я его чуть под наклоном посажу. Поскольку это будет абонсайный клен. И дальше будет видно. Сейчас пойду песок собирать. Удобрения. Все это будем взрывлять. И пересаживать. Поскольку сейчас октябрь. Он, в принципе, спит. Или как минимум готов к спячке. Поэтому продолжаем работу. Кстати, слово сказать. Вон там вот у меня еще розочка последняя зашла. Я ее пущу в работу. То есть покрою гальванической медью. Вот последняя роза. Октябрь месяц. На улице. И до кучи больше. Но это кто видел, тот знает. Я сделал в таком японском стиле виноград. Подвязку для винограда. Вот эту арку. Торию. А вот, кстати, как сегодня выглядит облепиша. После полного формирования она поднялась. Заметно вверх поднялась. Но, по моменту последнего ролика, я допилил еще две ветви здесь были. Потому что они очень коренили дерево на виноград. Вот это вот две точки. Ну, сейчас она прям как помолодела. Этот ствол красивый. Когда буду делать забор, хочу сделать забор в таком же стиле. Кто как лофт называет. Я называю прояпоненный. Бюджетный вариант. Наверное, придется под этот ствол облепишки делать небольшое отверстие в заборе. Не иначе. Вот. Сливу тоже уже, так сказать, обонсайл. Ну, она не сколько на еду, сколько декоративно. Радует своими первыми цветами меня лично. А когда плоды, так еще приятнее. В этом году плоды были. Может здесь десяточка-два вот с такого формата. Тем не менее. Да, вот здесь вот альпийская горка тоже ее немножко облегчим. То есть, вот эти нагромождения я уберу, чтобы сейчас уже сосенки немножко оголялись. Хотя я приволох вот этот вот камень, который мне спины стоил сегодня. Тем не менее, вот такая вот ситуация. Здесь вот растет папоротник интересный сорт. Индонезийцам он очень приглянулся. Скоро будут украшения, покажу, что они заказывают. И, наверное, даже сегодня займусь сосенками. Немножко их сформируем. Потому что очень я их запустил за этот сезон. Просто кошмар. Так что вот, работаем дальше. Ну, в общем-то, что я сейчас планирую сделать, это немножко здесь лунку такую подкопать. Засыпать туда песка. И, наверное, я добавлю золы все равно. Потому что удобрений сейчас как таковых нет у меня. Да и не хочется рисковать, потому что если дерево тут немножечко спит, все равно хотелось бы, чтобы это все было правильно и по-человечески, скажем так. Сейчас вот эти вот ложбинки земли заполню. Потом, может быть, мелкими камнями их прикрою. Сильно загублять, конечно, не буду. Песочек. Возрыхляем. Бог даст, оно приживется. Этот кленок Роман Нигматуллина, если фамилию правильно произношу, вырастил из семян сам лично. То есть этому клену должна зебольдову два года. Вот. Медушники. Поэтому он должен быть, по идее, выносливый. Так, сейчас я, наверное, принесу компостную землю. Вот чуть-чуть. А может быть, даже из-под томата землю. Чуть-чуть сюда вот насыплю. Подняв таким образом слой. И прямо с горшком перенесу. Предварительно сейчас насыплю золы. Вот так вот. Так, вот, значит, немножко рассеял золы. Сейчас тоже все перепашем. Какой-никакой, это все-таки на весну удобрение. Будет. И все-таки я подумал, возьму томатную землю. Потому что у меня томаты в этом году очень хорошо росли. Да и, в общем-то, я всегда использую ее при посадках. Пересадки, при посадках и так далее. Она всегда выручает. Уже там какой-то определенный комплекс микроэлементов имеется, скажем так. Ну, сейчас возьмем землю стоматов. Так, ну и, собственно, земелька стоматов. Сейчас мы ее сверху прицепим. Там она еще с еловой хвоей, сосновой хвоей у меня, корой. Здесь лунчики это любят. Так. Здесь не присыпем еще до кучи больше. Вот, значит, сейчас сменим на позиции. Так, вот, вот, камера стоит. Продолжаем. Вот он, самый пленчик. Какие-то сорняки. Он пролитый. Может дождем, может росой. Вот. Ну, в общем-то, ладно. С Богом. Хорошо, по привычке развлежать жалко. Это копично. Ну, и комбо земляной хотелось бы сохранить. Вот так вот. Ух, какой он пролитый прямо от души. На удивление. То ли это росой на улице у Романа промочило, то ли он сам проливал. То есть вот так вот. Ямку надо сделать чуть поглубже. Не хочу сильно на поверхность, потому что я не уверен в правильности действий. Пока что. Вот так вот. Да. И сейчас поднатаскаю еще земельки. И все встанет на свои места. Вот так. Значит, тут я принес уже более мягкую землю. Из-за земли, извиняюсь, бобову. Как же опортовался. Вот. Сыпем. Вот так вот. Красавица. И формируем. Насколько я читал про ложный Зигольдов клен, что его заглублять сильно не надо. Сантиметров пять вроде бы, как пишут. Я с тобой культурой еще не сталкивался, если честно. Поэтому все, как говорится, на методом проб и ошибок. Но надеюсь, что это будет, как говорится. Не пожалею об этом. Типа стеночки. Вот. В общем-то вот так вот. Так, ну, что мы имеем? Ох, моя спина. Ужас. Жестко сорвал. Лимит исчерпан. Это точно сегодня. Значит, что мы имеем? Вот такое вот. Я не стал называть это Альпийской горкой. Давайте будем, в моем случае, называть это Альпийской скалой. Скажем так. В принципе, наверное, сама природа велела. Я использую, в основном, как правило, булыжники. Вот такие глыбы из них формирую. Ну, наживем мы гряды. Скажем так. И, насыпая землю, я в них уже сажаю тот или иной объект души и наслаждения. Вот сегодня это ложно-зибольдов клён. Вот так это выглядит со всех сторон. Ну, я думаю, будет еще красивее, когда он пойдет в рост, дай бог. И вот отсюда уже начало положено. Я смогу, наконец-таки, формировать рабочую грядку. Не только, что это просто рабочая лошадка, скажем так. Зацвело, взял, зацвело, взял. Все-таки хочется немножко и отдать, и немножко получить наслаждение. Поэтому, вот я надеюсь, что это будет началом. Вот это вот альпийская горочка, альпийская скалочка. И здесь все будет вообще красиво. Очень хочу еще у Романа приобрести некоторые экзоты. Например, клён черный. Очень мне понравился. Как для работы, так и для души. Но этот вот клён просто красавец. Вот жалко, листьев мало, но, дай бог, на будущий год будет больше. Он дает красные огненные листья, прям как пламени. Прям как горелки пламя. Вообще красота. И гинка, я очень на него надеюсь. Гинка, это вообще моя давняя мечта была. Не только в плане работы гальванопластика, но и в плане для души, ну и для здоровья. Вот здесь вот у меня растут... Не знаю даже, что это. Как это? Сейчас уже сложно сказать. Ну, я, в общем, прежде всего, вот эту кучку, вот скажем так, формировал для того ж. И пересаживал туда со всего сада различные растения, которые привлекали мое внимание как гальваниста. Грубо говоря, так. Вот. И, соответственно, они там оказывались. И получилась уже вот такая вот пригора. Вот это, наверное, будет Альпийской горкой. Кто знает, может быть, я пущу вот эту вот каменную стену как-то вот по периметру. Не знаю, посмотрим. Потому что здесь вот у меня, допустим, лилии. Я их все сюда воткнул в этом году. Здесь будут лилии. Здесь вот это вот пахнущее. Что это? Кто подскажет, буду рад. Там бог даст гортензия. Ой, ну что же я вот забываю о том, что это растение? Такое на языке верится. Там, как правило, тюльпаны растут вот вдоль этой гряды. Там сухоцветы я втыкаю обычно каждый год. Здесь вот эта кучка. А в середине ряд деревьев. То есть получится такая небольшая стеночка. Ну, часть облепихи, которую я в этом году пересаживал, наверное, я ее удалю, потому что не вся прижилась. Хотя вот эта вот абонсайная, я эту облепишку сформировал. Ой-ой-ой, это еще года три назад уже. Да, это 18-й год был. Вот она до сих пор уже четвертая ее пересадка, бляха-муха. Прошу прощения. И она вот, ей хоть бы что, хоть бы хны. И вот эта вот облепишка, она тоже неприхотливая оказалась. А вот эти после пересадки не выжили. Мои легкие руки. Ну, в общем-то, вот так вот. Пока что мне все нравится. Поэтому всем пока, всем добра. И до встречи. До встречи, до встречи, до встречи. Ставьте лайки. Пожалуйста, не жадничать. Потому что я начинающий, так сказать, как это называется, блогер. И каждый лайк, это, как говорится, не только стимул, но и знак, что стоит двигаться дальше. Что, может, вам не интересно, но хотя бы приятно было пообщаться и так далее. Послушать. Приятно было. Поэтому всем добра. Пока-пока-пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok